Тут один чудак с ИБГ право на меня наезжал Ну смотрит он меня Федя его зовут Федя, дядя Федор Что типа дядя Леша делает у себя евроремонт Ну у дяди Леши денег кеду как у 90% россиян Поэтому слово евроремонт возможно только вместе с бригадиром Потому что здесь на все материалы такие цены Что в общем-то евроремонтом это не пахнет Ну естественно это капитальный ремонт Хотя материалы здесь тянут на евроремонт и на 5 с плюсом Но сегодня мы не про бригадир Который вот здесь располагается на улице Ленинградской 34 Здесь еще и располагается лакокрасочная компания И вот для этого я поделался чуть-чуть погрязнее чем обычно Потому что предстоит нам кое-что увидеть То есть ну небольшой такой склад А склад такой маленький Можно сказать малюсенький Ага 3000 квадратных метров Которые волшебным образом превратились в 27000 кубометров Забитого под завязку красками, эмалями, грунтовками, растворителями И того чего перечислить просто невозможно Пространство На этом складе есть все Абсолютно все И честно Гордость вдруг и практически из ниоткуда за Россию возникла В стройматериалах мы сегодня даем фору и Азии и Европе Лакокрасочная компания, склад который мы вам сейчас показываем За 10 лет добилась потрясающих успехов Это официальный и надежный партнер ведущих отечественных производителей Всех жидкостей для ремонта и строительства объектов Повторяем Любых и всех Причем все есть в наличии и на складе Находясь внизу громадину эту оценить естественно сложно Тут птица высокого полета нужна Ну и вот так это выглядит с высоты Сегодня и сейчас вам более не надо даже думать Куда обращаться за красками, клеями, грунтовками и всему Ассортименту жидкостей для строительства и ремонта Потому как такого ассортимента и запасов ни у кого более просто нет В радиусе 300 километров И здесь в лакокрасочной компании элемент брака или кидалово исключен Это теплый склад То есть замороженного кота в мешке вам точно не подсунут То что я сейчас увидел с крана да и вообще поразило мое воображение Это подавляющее преимущество над всеми компаниями Вы что собираетесь тут монополию строить? Мы очень стараемся В лакокрасочных материалах, в реализациях На сегодняшний день я считаю могу назвать лидерами нас по городу С нами работает и администрация, и коммерческие, и строительные компании И мелкие, крупные организации Мы привыкли к тому, что Челябинск и Екатеринбург приезжают к нам И давят нас тут на местах, как клопов Мы теперь можем их там уже давить, их же оружием Ну не знаю, как бы давить не хочется, но у нас равные условия В нашем торговом портфеле есть крупные контракты Такие же, как и у Екатеринбурга и Челябинска Поэтому в ценах мы равны Ну кто-то говорит, что Магнитогорск это дыра Может быть дыра, потому что на 300 километров вокруг нас миллионников нет Но вокруг нас есть большое количество сельских районов, районных центров И там есть люди, которые хотят деньги заработать Просто из воздуха делать Ну в смысле, вот тут нормальное человеческое желание Можем мы им помочь? Я думаю, что да Самое главное не быть миллионниками Я думаю, что самое главное иметь огромное желание трудиться Регион есть, куда стремиться есть, цели есть Поэтому развиваться будем А еще у вас есть такая интересная особенность Когда с вами долго работаешь То становишься каким-то очень привилегированным клиентом Что мы можем предложить постоянным нашим товарищам, которые работают с вами? Ну, постоянным клиентам на самом деле я считаю, что мы можем предложить наш огромный опыт в работе Наш профессионализм, наши цены, наши скидки, наш лояльный подход И все, что угодно, что нужно клиенту, готово То есть мы берем спокойненько дом или объект И вместе с вами его от начального цикла до конечного цикла доводим? Да, мы формируем заказ, можем составить смету Сориентировать по стоимости, по срокам Мы можем привести даже ту позицию, которая является специальной Которой нет в наличии, но в течение 7 дней мы готовы это сделать Скомплектовать, укомплектовать, сопровождать, консультировать, не вопрос Вот так вот Когда-то за нужным товаром ехать приходилось и в столицу в том числе Сегодня здесь и после увиденного Магнитку провинции назвать как-то не получается Да и еще Естественно, конкурировать с таким монстром невозможно Тем более, когда это очень верткое создание Надо, сделает скидки Надо, предложит и подешевле Но человек ведь ленив по сути И не всегда он поедет и даже за километр То есть организовать любую торговую точку Сотрудничая с лакокрасочной компанией легко Этот товар не менее необходим, чем крупы, к примеру То есть в любом из сотен сельских сел Южноуралия Замутить бизнес, приносящий копейку, легко Ну и вот вам пусть не золотая, но серебряная жила Да и руководству строительной фирмы необходимо понимать Что если вам сотрудник впаривает фирму другую То он об откатах уже договорился А оно вам надо? Теперь уже знаю, реальный-то расклад, а? И вот вам еще благодарности от производителей И это подтверждение доброго и честного имени Проверенного годами сотрудничества Последний раз я на кран-балку лазил в 93-м году Когда работал на производственной практике в институте В составе крановой бригады На калибровке В цехе ленты Да Последний раз я на калашник лет 10 назад лазил Ну что не сделаешь Зато Зато я увидел не широчайший ассортимент Это слабо сказано Я увидел весь ассортимент И теперь я могу сказать, что у лакокрасочной компании Которая располагается здесь, в городе Магнитогорске Ну там же, где и бригадир Ленинградск 34 Подавляющее преимущество над всеми Кто собирается заниматься продажей красок в городе Магнитогорске Теперь уже вам стало понятно Как вот тем проезжающим людям С кем работать И с кем можно заработать деньги Это элементарно Никуда ехать не надо Договор подписали Поработали Получили еще и вот такую скидку И все, вы в шоколаде Так что, господа Магнитогорск Это сегодня не только великолепный металлургический комбинат Это еще и лакокрасочная компания